Первый рабочий день после длительных новогодних праздников для многих становится одним из самых тяжелых в году. За 10 дней отдыха сбивается режим, образ жизни становится менее активным, а желаний выходить на работу все меньше. Способы справиться с послепраздничной хандрой у каждого свои. Прекрасное мироощущение, не забрасывало спорт, обычный образ жизни. Спорт, спорт, еще раз спорт. Да, Ленечка, так вот, да? Режим, да, соблюдать, да, Ленечка? Дальнее питание. Много у нас этих дней-то новогодних съездить, отдохнуть, повидаться с родственниками с дальними. Гулять на улице больше надо. Можно поспать, хорошо не пить, вот. Ну и радоваться жизни просто. Я думаю, больше двинуться. Надо просто так отмечать, чтобы восстанавливаться не пришлось. Чтобы избежать плохого настроения, в первые рабочие дни важно правильно себя замотивировать и поставить цели на предстоящий год. Всегда полезно прислушаться к себе и спланировать то, каким будет новый отрезок жизни. Психологи советуют руководствоваться принципом постепенности и не вызваливать на себя много дел в первые, после праздничные дни. Вообще считается, что адаптация после отпуска, после таких вот длительных праздников, она, ну, занимает где-то примерно дней пять неделю. И нужно себе дать это время. Это не значит, что бездельничать всю эту неделю рабочую, да, это тоже не выход. А просто начинать с каких-то подготовительных мероприятий. Не знаю, там, разобрать на столе у себя, да, на рабочем, там, поменять календарь. Как-то, какую-то перестановочку, может быть, сделать, да. Обсудить с коллегами прошедшие праздники, стараться как можно чаще чередовать виды деятельности в рабочее время, отдыхать и организовывать свой досуг в свободные часы. Все эти способы в сочетании с правильным питанием и умеренными физическими нагрузками позволят восстановить прежний рабочий ритм. В силу того, что выделяются эндорфины, да, гормоны радости и счастья, естественно, когда вот мы физическими упражнениями занимаемся, делаем, да. И это помогает вот именно нашу психику держать в таком балансе, да, не давать проваливаться вот в эти какие-то грустные или там неприятные негативные переживания, да, а удерживать. То есть это, естественно, такой стимулятор нашей работоспособности и нашего хорошего настроения. Новый год, по мнению специалистов, отличное время для того, чтобы начать что-то новое. Открыть в себе скрытые таланты, иногда даже сменить вид деятельности. Главное – прислушиваться к своему внутреннему голосу и не стесняться обращаться к психологам. Дарья Цапорыкина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.